иммунная система это система биологические структуры процессов организма которые обеспечивают защиту от инфекций токсинов и злокачественных клеток для правильной работы иммунной системы необходимо чтобы она умела распознавать широкий спектр патогенов и отличать их от собственных здоровых к неорганизмам поэтому иммунная система нуждается в информационной поддержке извне иммунная система состоит из элементов клеточного и гуморального иммунитета клеточный иммунитет это клетки иммунной системы лимфоциты лейкоциты макрофаги натуральные киллеры тучные клетки и другие а гуморальный иммунитет это интерфероны интерлейкины иммуноглобулины и комплекс защитных белков крови эта система комплимента то же время иммунная система состоит из врожденного и приобретенного иммунитета, в состав которых входят и клеточные, и гуморальные факторы. Особое внимание надо обратить на цитокины. Это информационные молекулы полипипидной природы, и они обеспечивают межклеточное взаимодействие. Рассмотрим основные органы и системы организма человека, которые обеспечивают работу иммунитета. Ну, прежде всего, это костный мозг, где рождаются все клетки крови. А следующий орган – это вилочковая железа, тимус, где проходит обучение лимфоциты, который поэтому и называется Т-лимфоциты. Огромную роль также играют такие органы, как селезенка, лимфатическая система с лимфатическими узлами, лимфатические включения тонкой кишки, так называемые пиеровые бляшки, где сосредоточен 70% всех лимфоцитов организма. Слизистые дыхательные мочеполовой системы, миндалины, носоглотки и кожи. А теперь подробнее о некоторых компонентах иммунной системы. Красный костный мозг находится во всех плоских костях. Это кости черепа, грудины, таза, позвонки и, представь себе, даже пяточная кость. А вот в трубчатых костях он находится между головкой кости и основной трубчатой частью. Именно здесь происходит рождение клеток крови, которые впоследствии и функционируют в иммунной системе. Вилочковая железа или тимус – это место обучения лимфоцитов. Они выполняют особые функции. Это лимфоциты-помощники, лимфоциты-регулирующие иммунный ответ и лимфоциты-уничтожающие зараженные клетки. К сожалению, с возрастом вилочковая железа уменьшается в размерах, утрачив функции обучения лимфоцитов. Селезенка – это важный орган иммунная система, где, как и в костном мозге, появляются новые иммунные клетки. В этом органе происходит уничтожение поврежденных клеток и обезвреживание токсинового организма. Селезенка является еще и резервуаром клеток крови, которые организм может использовать в экстренных случаях, например, при кровопотерях. Лимфатическая система представляет собой дренажные каналы, которые собирают поврежденные клетки, продукты распада, токсические вещества из всех тканей организма. Лимфа, проходя через лимфатические узлы, очищается. И это происходит за счет работы Т и Б лимфоцитов, а также макрофагов. В человеческом организме есть три системы, в которых клетки могут общаться между собой. Это нервная система, иммунная и эндокринная. Именно эти системы координируют работу всех систем организма в тесном взаимодействии между собой. Каждая клетка человеческого организма функционирует под контролем этих трех систем. И ключевая роль в этом взаимодействии принадлежит иммунной системе. НК-клетки или, как их называют, натуральные киллеры – это особенные клетки, которые относятся к системе врожденного иммунитета и обеспечивают быстрый иммунный ответ. В случае, когда они обнаружат онкоклетки или клетки, зараженные вирусами. На слайде изображены голубым цветом натуральные киллеры, которые нападают на клетку злокачественной опухоли. На видео представлен процесс уничтожения натуральными киллерами раковой клетки. Итак, для эффективно работающей иммунной системы необходима информационная поддержка, которая обеспечивает высокую активность в отношении патогенов, токсинов и злокачественных клеток. Информационная поддержка осуществляется передачей информации из поколения в поколение у всех позвоночных. Это осуществляется регуляторными цитокинами, которые называются факторами переноса. Компания 4Life разработала линейки продуктов для выполнения этой жизненно важной функции нашего организма. В основную линейку продуктов общей поддержки иммунной системы входят Transfer Factor Classic, Transfer Factor Tri-Factor и Transfer Factor Tri-Factor Plus.